Международный совет военного спорта СИЗМ объединяет воинов-спортсменов из 134 стран мира. Девиз организации – дружба через спорт. 30 августа в Эквадоре под эгидой СИЗМ стартуют вторые всемирные кадетские игры, в которых примут участие курсанты высших военных заведений. Состязаться они будут в нескольких видах спорта, в том числе в стрельбе. Буквально на днях команда российских стрелков завершила этап подготовки к кадетским играм. На сегодняшний день для подготовки сборной команды вооруженных сил вызвано 11 человек. Состав команды на участие, на соревнованиях, в дисциплине винтовка, там стреляются 3 курсанта в составе команды. Стрельба на 300 метров из крупнокалиберного оружия. В данной ситуации мы будем выступать из винтовок рекорд СИЗМ, наше отечественное ижевское оружие. Стрельба ведется на 300 метров, два упражнения, АВ-5, это упражнение армейская винтовка, положение из трех лежа стоя колено по 20 выстрелов, 60 выстрелов все зачетных, там личное будет и командное, два старта в одном упражнении. И скоростная стрельба, упражнение АВС, армейская винтовка скоростная, тоже так же 3 по 20, мы говорим, лежа стоя колено по 20 выстрелов, ну на время, на скорой. На пистолете у ребят, мальчика будет, значит у курсантов стрельба, два упражнения, также на 25 метров, РП-5 дисциплина, револьвер центрального боя. И РПС, это тоже скоростная стрельба на время, с ограничением времени, также состав команды три человека. И три курсантки в упражнениях, в дисциплинах будет МП-5 и МПС. МП-5 это олимпийская дисциплина, она в России культивирует стрельба, МПС нет, она как бы только на СИЗМ. Как известно, стандарты СИЗМ касаются не только оружия, но и экипировки спортсменов. Спортивная экипировка, значит это куртка кожаная, брюки специальные кожаные, стрелковые, рукавица стрелковая перчатка, ремень кожаный для стрельбы, ботинки стрелковые. Значит вся эта экипировка амуниции, она должна соответствовать жестким правилам соревнований, без которых можно приехать в Эквадор, но если что-то с этой экипировкой не соответствует, то судьи не допускают участника к участию в соревнованиях. И получается командная борьба может сорваться. Я понял, что ты говоришь не попал. Но заедем кто-то сдал. Ну ты же видишь, по ощущениям своим, ты же видишь, что-то происходит. Ну конечно мы, как и во всех видах спорта, мы надеемся, что ребята будут стараться и приводят все усилия для того, чтобы завоевать и в командном зачете медали, а там развиваются и в личном, и в командном зачете. Это, конечно, будет зависеть сильно от психологии. Ну как и во всех. Главное, чтобы выдержать психологический настрой. Вот это, сейчас, в общем-то, работаем и в этом направлении. Психологический настрой, он немаловажен. Состязания будут проходить в условиях высокогорья. Соперники тоже серьезные. А потому для успеха потребуется полная самоотдача и нацеленность на победу.